Всем привет-привет! У нас осталось только одно сложное для приручения существо. Это креолофазавр. Оставила его на потом, потому что тамить их я ненавижу всеми фибрами души. Особенно в рамках всего лишь гайда, то есть я его приручу и по сути сразу сношу вот это вот все. В чем сложность? Они тамятся пассивно, но покормить их можно только в тот момент, когда они дышат очень неприятным ледяным дыханием, которое замораживает игрока. В этот момент им нужно стрелять в голову или в шею, когда он заморозится сам и можно подойти к нему и покормить его. Если выстрелить в него какое-то другое время, во время приручения, то будет спадать эффективность, если я правильно поняла. Существо агрессивное, кажется, я его сейчас не донесу. Так, вон еще один креолофазавр, да, 156-й. Давай я тебя сюда скину. Еще проблема в том, что в ловушках эти товарищи, ну, очень сильно багуются, они просто перестают атаковать и так далее. Так, я тебя же несу, да, тебя. Давай ты меня кусать не будешь. О, они усыплять еще могут потихонечку. Правда, обычно делают это не кусими, а ледяными плевками. Я уже через это проходила, к сожалению, и не раз. Так вот, обычно их тамят тем, что их агрят на живку. И пока он агрится на живку и дышит, живка танкует. То есть это нужна какая-нибудь черепаха, стегозавр, бархиозавр и так далее. Пока живка танкует, игрок настреливает. Это рабочая тактика. И тамят их обычно без ловушек. Сейчас я хочу попробовать. Посмотрела видео от англоязычных товарищей. Как раз на тему ловушек. И они предложили одну тактику. Хочу попробовать. Не знаю, получится или нет. Вот, я тут уже поставила. И теперь мне главный этап попасть, да? Ой, попал. Заморозил. И вон оглушение у нас набирается. С другой стороны, может это и к лучшему. Мы закинули его в билборды. Отлично. Так, давай-ка, друг, я тебя поставлю вот сюда. А сами берем снайперку. Кстати, забыла пульки. Включить творческий режим. Так. Думаю, вот этого хватит. Попробуем. Вдруг. Так, видит меня. Ну, будешь в этом агриться на меня? Вот, если я сейчас к нему подойду. Вот. Креал Фазару сейчас не хочет быть прирученным. Нет, не работает особо, по-моему, тактика с этими билбордами. Ну-ка. Хотя, можно попробовать разрушить. Ага, иди сюда. Вернись. Попробую его загнать. Ну, друг. Ну, друг. Подруга. Ой, акула. Вернись. Ага, возвращается. Вот, дышит. Иди сюда. Угу. Вот это дыхание, то самое. Но сейчас я к нему не готова. Подожди. Получилось. Экстраординарный корм. Задевает. Все. Ничего страшного. Здесь же у меня недалеко спальники. Сейчас мы ее обратно загоним. Блин. Ты через билборды прошла, что ли? Или ты их обошла? Ничего. Сейчас. Сейчас все будет. Она агрится на билборды. Это хорошо. Хорошо. Ну, агрится так агрится. Застряла в них. Давай. Блин. Опять сейчас меня сожрет. В общем, много спальников, много кроватей. Нет, она все-таки решила убежать. Хорошо. Ну, виверну мне вообще не жалко. Она призванная. Да, господи. Ну. Короче, с билбордами мне не понравилась тактика. Билборды и колонна. Давай-ка ты меня уже побыстрее, а? Отпустишь эффект. Так, опять она ее бросила. Бежит ко мне. Сейчас опять меняет, да? Подруга. Забеги в билбордики. Че носишься как ненормальная, а? Ты че боишься? Давай-ка мы виверну перегоним. Куда-нибудь сюда. Так, а я спущусь, простите, командой. Так, она, надеюсь, не на меня тут. Оп. Все, агрится. На билборд. Все. И получилось приручить Криала Фазавра. Да, не очень прикольно. Ну, хотя бы она, когда агрится на постройке. Получается. В общем, наверное, такая тактика. Лучше бегать от нее в округе. Периодически умирать. И ждать, пока она сагрится на билборд. Идеальная тактика. Ну, по крайней мере, я ее приручила. Вот оно, седло. Отключаем творческий режим. Пассивочка тебе. Итак, это обычный кусь. Вот правая кнопка. Сейчас ничего не будет. То есть, я должна быть в снеге или в воде. И тогда она набирает вот эту холодную жидкость в себя. Которой потом сможет пользоваться. Вот такой плевок. Он должен усыплять. Ну-ка, давай-ка еще наберем. А, не надо ее восстанавливать. Вон там у нас раптор бегает. И деморфодончик. Проверчик. Как раз способность идеальная. Носи. Вот этот плевок происходит. Давай. И смотрите, как у него оглушение пошло вверх. Все. Отличный помощник для приручения. Далее. На кью ничего. Контрол. На контрол он встает вот эту позицию и замораживает. Кстати, если я не ошибаюсь, вот это дыхание. Вот этим же дыханием. Так, нажимаем контрол. Позицию, как турелька. И у нас теперь есть. Вот у этой виверны броня. По ней будет идти хуже урон. То есть это по своим же существам. На оу ничего. Ну, вроде бы все, в принципе. Просто одно из лучших существ в моде. Но как же оно тамится? Я не люблю это приручение. Так, не могу пройти мимо. Я нашла 156. И вон как раз товарищи рыбины. Так, ты мне не нужен, а ты тебя возьму. Самое обычное пассивное приручение. Далее ждите, пока проголодается. Так. Так, ждем, пока проголодается. А вот там получится попасть. Вроде получается. В идеале ждать, пока они на кого-то заагрятся. И пока они таскают это вот что-то в пасти. Тамить. Отлично. 66-й уснул. 168-й. Ну, я попробую усупить. Так, на камушке. Куда ты плывешь? Как раз пока поголодает. Там 18-й. О, вот, как раз черепашка выбралась на поверхность. По-моему, слишком ярко, да? Хотя гамма вторая. Так. Я-то ничего не боюсь. Мне терять нечего. С одного корма, говоришь, приручишься? Ну, ладно, давай проверим. И на всякий случай... А, биотоксин я выкинула. Ну, ладно. Может, он и не пригодится. О, Арчелон приручился. А, ласты. Пусть тамится пока. Иди сюда. Все, 156-й. Ну, давайте вы мне не будете мешаться. 156-й приручили. На нем мы будем тестировать все. Давай дам тебе... Седлышко. Я все еще в ластах? Я все еще в ластах. Ну, понятное дело, на суше она медленная. Вот. Попробуем на тебе. Ага. Прошу прощения. Сейчас, 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 сейчас. Снова ласты в руки. Подплыви ко мне поближе, пожалуйста. Спасибо. В чем твой прикол? Я покажу чуть позднее. Упакуем тебя. Все. Давай. Давно я таких не тамила, и уже не помню, в чем их прикол это. Ну, там, там, тамятся они киблами или биотоксином. Урон небольшой. По-моему, особо ничего прикольного в них на суше нет. Пойдемте под воду. Баллончик и прочее. По-моему, это вообще стартовое существо, если я не ошибаюсь и ни с кем не путаю. Ну, во-первых, оно, конечно же, танкует хорошо. Это же черепаха. Ихтиазавры. Плавает оно гораздо лучше. Так. На Си. Что это за Си? А, на Си оно опускается на дно. Ровно. Прекрасно. На Контрол ничего. На Кью ничего. Ну. И Куси. И все. Вроде бы больше ничего такого я в нем не вижу. Ну, и тамится проще всего. Пассивный Куси. Пассивный Куси. Биотоксин обычно не так сложно раздобыть на многих картах. Там прямо на мелководье бывают. А вот биотоксин у меня был, оказывается. Ну, ладно. Кого мы... Вот, тебя надо выкинуть. Мы сейчас с тобой поплывем. А тебя упаковываем. Так. У тебя перегруз, да? А что мне выкинуть? Ну, вот это, разумеется, выкинуть. Это выкинуть. Выкинуть. В принципе, помповое ружье пригодится еще, может быть. А вот... Транквилизирующий дротик, вот винтовку, вот это все можно уже выкидывать. Так, отлично. Все. Ну, урон небольшой, потому что это низкоуровневый. Качну тебе... Вот. В чем главный прикол. Он может хватать живку. И рвать ее прямо в руках. Прямо в зубах, точнее. От более крупной живки он, по-моему, этой же кнопочкой может отрывать куски. Давай вес. Где у нас какая-нибудь более крупная живка? Вот летсихтиса бы сейчас. Ну, или вон на Арчелоне попробуем. То, 156. Где вы все были раньше? 168 зарубилась с мантами. Все. Я вот, да, налетела, оторвала кусок и могу свалить. Наносится небольшое кровотечение. Но это небольшой, правда, рывок. Вот. Оторвала кусок. И уплываю. Раскалились. Кровотечение. Опять же, на Си она может опускаться вот так вниз. То есть, если мне резко надо уйти вниз, есть возможность. На Ctrl ничего, на Q ничего. И вот последнее существо, которое как бы вроде и часть мода, а вроде и нет, потому что оно добавляется отдельно. Это Domination Rex. По сути, это Indominus из мира юрского периода. Как все происходит с ним? Приручить его нельзя, найти в дикой природе тоже. Но, если мы вводим яйцо, так, а это на острове только. Вот, всего яиц может быть 5. Вот такое. Это самое обычное. Его можно выучить, так сказать, даже на карте остров. Нужен артефакт жестокости, артефакт охотника, артефакт хитрости, зуб альфа-тираннозавра, коготь альфа-раптора и элемент. Следующий. Артефакт глубин, следопыта, теней. Клык альфа-василиска и шип короля жнецов. И элемент. Как нетрудно догадаться, это аберрация. Я, кстати, до сих пор почему-то в маске подводной. Ну ладно. Это пустынный. Привратник, разрушитель, утес, глава альфа-виверный и альфа-червя. И элемент опять же. Потом с вымирания, пустота, рост, хаос, зуб альфа-тираннозавра, пораженные сердца и элемент. По-моему, самое простое, что можно добыть из вот этого списка. И тег-версия. Здесь артефакты вообще не нужны, но нужно просто ужасное количество ресурсов. Сейчас вот они у меня инкубируются здесь потихонечку. Инкубация идет 95 из 100. А, еще. Есть костюмы. Нет, 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 нет. Вот. Поскольку для каждого варианта генезиса делать, не знаю, лень было, или просто не хотелось, или тяжело. Сделали костюмы. Это болотный. Это снежный. То есть, а это вулканический. Я уже начинаю запинаться, долго разговариваю, пока снимаю. Поскольку инкубироваться они будут явно долго, только 93,5 процентов, можно призвать готового и на нем покататься. Даже не знаю, какого он уровня будет. Ну, первого уровня, так первого уровня, вообще все равно. По-моему, у них и так самого по себе небольшой уровень при вылуплении. Вот седлышко. Вот так выглядит выж... Какой выжженный? С вымирания. Бегает быстро. Куси наносит тоже мощненькие. Ну-ка. Стрелять, по-моему, с него нельзя. Ну-ка. Да, нет. Сколько тут всего? О, и теперь мы зарубимся вот с этими... Нет. С ними мы не зарубимся, пожалуй. Мы зарубимся с альфа-раптором. Так, а что за эффект? Апекс файта. Упс. Ну, это первого уровня уже 200 наносит. Это очень мощное, на самом деле, существо. И ради него стоит заморочиться с поиском артефактов и ресурсов. А какого хоть ты уровня? Ты был 114. Но урона он мне пока наносит многовато. Ну, я же первого уровня выбрала. Да, давай, друг, ты мне поможешь. Так, они пока... У них зарубы, я качну урон. Ну, давай, умри уже, пожалуйста. Ну, если он даже умрет, ничего страшного. Очень долгая анимация. Кто кого первым? Я. Чуть-чуть я тебя в урон качну. И в хп-шечку. Очень быстро заканчивается стаминка. Но, опять же, первого уровня был. И очень медленно восстанавливается. Когда... Ладно, оставайся тут. Когда их выращивают... Когда их выращивают, они вполне способны сожрать и игрока, и его живку. Поэтому лучше растить их где-нибудь в закрытом помещении отдельно. Или они сделают кусь. Иногда игроки ради прикола даже оставляют им додошек или еще что-нибудь. Чтобы те охотились, пока растут. Ни на что это не влияет, но кому-то это кажется прикольным. Я такое видела. Сама таким не промышляю. В принципе, мод я вроде бы осветила. Всем спасибо, кто посмотрел. Надеюсь, кому-нибудь помогла понять, как что тамится. Какие тактики лучше делать, и какие лучше не повторять. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok